Сарай был большой. Во-первых, он был широкий. Во-вторых, мы посмотрели, что огромный... Это наши же были леса. Шестиметровые, мы прям смерили балки. И потом заходим, и там сундук, такой большой зелёный красивый сундук, открываем, а там полно сокровищ. Домохозяйка Наталья Пенкина 15 лет жила рядом, но не подозревала, что в сарае у соседа хранится настоящий клад, который оставил кто-то из предков. Находку обнаружили случайно. Когда участок выставили на продажу, старый деревянный дом покупателей решили сносить и разрешили жителям Мичурина разобрать строение на дрова. И вот когда мы уже стали уходить, он же неприметный, он стоял торцом. И мне говорят, посмотри, какой это сундук. Мы даже не думали, что он открывается. Ну, конечно, когда открыли, а тут же сокровище нации. В сундуке 15 пар старинных деревянных колодок модельной обуви. Размеры разные, начиная с 36-го. Все основы башмачков пронумерованы, имеют печати, а подошвы сильно истыканы гвоздиками. И они все очень утонченные. Для нашей деревни вообще не характерные. Кожаная, это не лапти. И значит для богатых. А у нас как раз соседнее село, очень состоятельные были люди. Хотелось бы узнать, из чего они шили, что за кожа, кто поставлял, кому это все шилось. Но главный вопрос – кто этот таинственный башмачник? Здравствуйте. Тюменский эксперт Сергей Галимов – обувщик со стажем. Сам делает авторскую модельную обувь на заказ, изучал историю башмачного дела. Гость из города старинные колодки осмотрел с интересом. Экспертиза на глаз показала – это бук. Это туфли, однозначно. То есть туфельные колодки все. То есть сапожных нет. Судя по всему, это где-то начало прошлого века. Плюс-минус там 20-30 лет до Второй мировой войны однозначно. Но кто делал эти колодки в Ольховом переулке? Тайну раскрыли местные жители. Когда услышали адрес, даже не удивились. Может, кличка какая-то была? Каюшник была, да. В милиции работал? Да, когда-то работал. Неужели он сам это все делал? Нет, это у Тамары. Это ее отец делал у Тамары. А Тамара местная? Нет, она приезжая. Таинственную Тамару нашли в Тюмени. В деревне жили мы с мужем. А колодки чьи? Это папины моего папы. Сундук с колодками в сарае принадлежал деду Мефодию Крюкову. Но в селе Мичурино он никогда не жил. Был родом из Старой Зарики в Тюмени и работал в советские годы участковой милиции. Уже на пенсии после войны обзавелся хобби. Шил кожаную обувь городским соседям на заказ. Умер в начале 90-х. Сундук с колодками дочь Тамары вместе со старыми инструментами отвезла на дачу в Мичурино, где наследство деда пролежало 30 лет. Находку из сарая планируют отправить в один из тюменских музеев, чтобы установить ценность. А вообще жители Мичурино клады находят постоянно. На чердаках, в подвалах и даже в огородах. Один такой мы нашли случайно во время съемок этого самого сюжета. Этот дом на улице Центральной также выставлен на продажу. В огороде на обозрении прохожих стоит большой кованый сундук. Скорее всего, там какие-то сокровища есть. И замок был-то серьезный. Смотрите, да? Ну что, открываем? Сундук оказался не пустым. Но это уже совсем другая история. Анастасия Лизаревич, Андрей Ветров, Тюменская служба новостей.